Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада всех своих ценителей, любителей парфюмерии вновь приветствовать в очередном своем видео. Если есть те, кто увидел сегодня меня впервые, меня зовут Элла, и здесь у меня на канале мы говорим о парфюмах, об ароматах, о духах. Сегодняшнее видео – это видео по вашему запросу. Меня просили снять, сделать такой обзор на ароматы очень неординарные, очень интересной нишей марки Филиппа Сарчинели, что, в общем-то, сегодня я и хочу сделать. Поэтому, кому это интересно, оставайтесь сегодня со мной, мои дорогие. Кто еще не подписан на мой канал, если вы любите ароматы, любите вкусно пахнуть, хотите узнавать что-то новое – подписывайтесь. Я всегда всем очень рада. Телеграм-канал, ссылочка на него тоже в описании под видео есть. Подписывайтесь, кто хочет. Ну и, как всегда, устраивайтесь поудобнее, мои дорогие, и давайте уже начинать. Ну и, дорогие мои, как я уже сказала, сегодня речь пойдет об очень интересной, очень такой необычной нишевой марке, марка итальянская Филиппа Сарчинели. И вы знаете, до этого я не была знакома с этими ароматами, хотя давно уже слышала о них, и в каких-то отзывах мне попадались эти парфюмы, мне очень хотелось познакомиться. Ну вот благодаря выставке, которая проходила у нас в Милане, я сделала отдельное видео, кто хочет, посмотрите. Все-таки я дорвалась до этой марки, там вот на этой выставке я потестила, там были представлены почти все ароматы бренда, и вы знаете, я, конечно же, дорвалась, потестила многие, о каких-то сегодня я вот как раз и расскажу. Но прежде чем прийти к ароматам, скажу сразу, что флаконов не будет, я буду выставлять вам флаконы. У меня и остались вот как раз блотеры тех парфюмов, о которых я буду говорить, на которых еще остались базовые ноты, а прошло уже немало времени. И, конечно же, хочу сначала сказать пару слов о самом создателе этой марки, Филиппа Сарчинели. Очень интересная, разноплавная фигура, то есть он, знаете, как для меня очень такая неординарная личность, он где-то немножко художник сам по себе, немножко поэт, немножко музыкант, немножко дизайнер, и, конечно же, великий создатель вот интересных нишевых парфюмов. Я выложу где-то фото, вы знаете, о нем как бы мало информации, но вот говорят, что он приближен очень сильно к церкви, вообще духовенствует как бы в таком вот церковном ключе, то есть в плане, что духовно возвышенный человек, но для меня он еще имеет что-то какое-то демоническое. Я с ним лично не знакома, вот честно скажу, но по фотографиям, вот в рекламе, там где он со своими флаконами, я буду вам выкладывать фото, вот у меня его личность, так как я представляю, ассоциируется почему-то все время с Григорием Распутиным, я не знаю, может быть это борода, может еще что-то, мне кажется, в нем есть тоже что-то демоническое. И вот его ароматы там подтверждения. Кстати, ароматы выходили под многими, сначала вышли вот парфюмы под марки Юном, и вот марка Лавс, и еще марка, которая называлась Сауф. Вот эти все ароматы выходили под вот этими разными марками, но недавно марка наконец-таки объединилась вот под именем Филиппа Сарчинелли, сейчас это вот единая, скажем так, ну парфюмерная, парфюмерный нишевый бренд. Ну и, конечно, сами ароматы, дорогие мои, это парфюмы очень странные. Я вам выкладывала вот и визу, вот вы видели флаконы, я вам буду выкладывать фото. Они от внешнего вида до самого звучания, конечно, являются экстраординарными. То есть это не ароматы первого выбора, когда мы выбираем парфюмы, чтобы вкусно пахнуть, да, чтобы вот нам сделали комплимент, чтобы самому нравилось. Это уже другой уровень парфюмерии, как я говорю, вот это ниша-нишевая. То есть это ароматы, которые интересно слышать. Эти ароматы сами по себе представляют действительно произведение искусства. То, как вот в аромате передано то или иное явление, то или иное звучание какого-то природного вот как раз катаклизма. В общем, название ароматов соответствующее. Давайте не буду уже вступления, долго я делаю. Кстати, Филиппо Сарчинелли, я почему сказала, что он немножко дизайнер, художник, он создатель, основатель дизайнерской марки Лавс, которая так и называется. Это ателье, которое занимается пошивом праздничных одежд верховного духовенства именно римской католической церкви. Марка насчитывает свою историю с 2011 года, когда первый раз своему другу Филиппо Сарчинелли именно изготовил вот этот вот праздничный наряд для посвящения в сан священника. И с тех пор, конечно же, он получил невероятную популярность. И клиентами вот этого ателье был и сам понтифик, в общем-то, и нынешний папа Франческо, как в Италии его называют, и Бенедикт, предыдущий папа, в общем, именитые клиенты. Ну и, конечно же, нас интересуют в большей степени ароматы. Ароматы, которые сейчас объединены вот этой единой маркой с Филиппо Сарчинелли. И начну я с первого аромата, который, знаете, вот меня когда-то впечатлил. Я увидела на обзоре у одной девушки вот этот аромат. Называется он Небиафита, что переводится на русский как густой туман. Туман. Выложу где-то фото этого флакончика вот с этой такой, как из ваты сделанным облачком. Я когда увидела эту крышку, я не могла поверить. Думаю, ну это же, во-первых, как-то неудобно, негигиенично, вот эта вот вата там вот. И, наконец-таки, я вживую вот на выставке увидела эти флаконы. Они действительно вот с этими пушистыми облачками. Ну и густой туман. Вы знаете, что меня потрясло? Что я попробовала все ароматы, три аромата в ринейке туманов. Вот Небиафита, который скажу, мне он как-то ближе всего. Вот насколько он мне передает ощущение тумана как такового. Но другие ароматы Небиаденса, Небиаспеса, что в переводе на русский, это все одно и то же, густой туман. Но они абсолютно разные по звучанию. Но сегодня я буду говорить о Небиафита. И этот аромат, знаете, несмотря на то, что здесь вот и земляные ноты, пачули, есть водные ноты, зеленые ноты и, конечно же, древесные ноты и амбра. Это пирамида аромата. Но вот насколько я слышу этот аромат, это действительно аромат вот холодного тумана. Какого-то вот тумана поздней осенью. И когда вот вы выходите, или рано утром, или поздно вечером, когда уже вот на каких-то предметах, как вот капли такого конденсата, да, уже слышится вот эта влажность. И настолько плотный туман, что вы в нем плохо ориентируетесь, потому что не видите, как вот фитто – это очень плотный туман, густой туман. И когда вы не видите предметы, то обостряются другие наши ощущения, ну, чувства, да, и слух, и обоняние. И вот когда вот в этом таком каком-то влажном воздухе вы начинаете четко определять вот эти вот ароматы, которые исходят от намокшей земли, от вот этой вот какой-то пряной, такой не пряной, а прелой вот листвой зелени. Вот этот аромат влажности, такой исходящий от почвы, от намокшей травы. Вот реально вы его ощущаете. Вот этот парфюм у меня именно про это. Почему я говорю, что эти ароматы не ароматы первого выбора? Эти парфюмы – это не то, что вы будете носить за поем. У меня в хотелках вот стоит этот аромат, о котором я сейчас говорю, на биофитто, и еще один, о котором я скажу в конце, визио. Так вот, эти ароматы, не знаю, дойду ли я до того, чтобы купить их, может быть, мне хватит даже маленьких отливантов, потому что это не те ароматы, которые я буду носить. Я боюсь, что, ну, пару раз надену эти ароматы для ощущения, насколько вот остро, точно передан запах. Вот можете представить, создать аромат тумана. И мне кажется, что вот этот парфюм, который когда ты нанесешь, есть мультик, да, вы все знаете, «Ёжик в тумане». И вот мне кажется, что иногда хочется себя почувствовать этим «Ёжиком в тумане». И этот парфюм, ну, просто вот идеально подходит для вот описания вот ощущений. Ты всегда будешь чувствовать себя «Ёжиком в тумане» вот с этим ароматом. То есть ощущать вот эту вот прелость земли, вот этот аромат сырости, который даже не испаряется, который висит в воздухе, да, вот этот туман. И вот эти вот капельки, которые конденсат, я вот почему-то даже зрительно представляю, когда вот от холода где-то вот на стекле, на каких-то железных поверхностях выступают вот эти вот капельки конденсата. Вот этот аромат для меня все, вот в нем вот собирательный образ вот этой вот даже не влажности, а вот этого такого густого тумана, который висит в воздухе. Удивительный аромат, и флаконы ему подходят, и, конечно же, его самозвучание. Следующий аромат, дорогие мои, это аромат из линейки «Дождей». Аромат, которым скажу, «Пьоджа форте». Переводится как «Сильный дождь», потому что в этой линейке это уже таким с черным облачком, тоже выложу где-то фото, уже с черным облачком. Есть линейка туманов с белыми облачками, с черными такими тоже, как пушистыми облачками. И в этой линейке есть еще «Пьоджа деболи», то есть «Слабый дождь» и «Пьоджа модерата», то есть «Пьоджа», ой, «Дождь умеренный». Так вот, из всей этой линейки все-таки более таким для меня близким это именно «Сильный дождь». Вот насколько он меня зацепил. Хотя я потестила все ароматы, вот честно вам скажу. И вот этот вот «Дождь сильный» аромат, который меня вот настолько погрузил в атмосферу. То есть вот вы его когда наносите, да, то есть вы реально где-то представляете себя стоящим под золотом, промокшим до нитки. Вот такое ощущение, когда у вас и промнукли ноги, вы проклинаете уже все на свете. Вам хочется в тепло, вам хочется куда-то, ну, скорее где-то, вы знаете, спрятаться от этого сильного дождя, попить какой-то горячий чай, но вы стоите под этим промокшим зонтом. И в какой-то момент, как будто время останавливается, вы слышите, вот, начинаете слышать действительно аромат дождя, аромат вашего промокшего зонта, вот этого, знаете, какой-то материала синтетического, который вот-вот уже будет тоже промок настолько, что будет пропускать эти капли. И стоите вы где-то вот недалеко от куста какого-то жасмина. Я сейчас передаю своими словами, что я слышу в этом аромате. И вы слышите, как будто вот легкий какой-то такой легкий-легкий зеленоватый аромат какого-то несуществующего цветка. Почему я говорю жасмина? Наверное, какую-то вот белоцветочность проглядывает через вот эту влагу. Если говорить о нотах, здесь на старте морские ноты. мускус, который очень слышится в этой аромате, который передает, наверное, вот эту такую, знаете, вот эту ноту, когда я вам говорю, ощущение того, что вот вы настолько промокли, что все хотите проклять. То есть вот настолько звенящий вот этот мускус, да, который передает вот эту наивысшую точку вашей промоченности, вашего вот этого вот такого состояния. Так вот, мускус здесь слышится, да, древесные ноты, роза, гордения, герань, бензин, амбра и жасмин. Вот собирательный образ каких-то цветов. Я не слышу ни жасмина, ни розы. Вот запах намокшего пластика, запах намокшего вот этого зонта около каких-то цветов. И еще какие-то нежные, какие-то фруктовые ноты, как будто кто-то рядом стоит под этим дождем и ест какие-то фрукты или жует вот фруктовую жвачку. Вот все эти ароматы в этой влажности перемешиваются. И вот этот вот аромат у меня абсолютно вот ощущение такое. Все ароматы минорные для меня, вот буквально все ароматы, о которых я сегодня буду говорить, они с таким минорным настроением, они очень атмосферно передают вот то или иное природное явление. И вот этот сильный дождь меня просто покорил, наверное, не то, что я хочу носить такой аромат, но на то, насколько вот передано вот это ощущение. Наверное, вам приходилось промокать очень сильно, и когда вы стоите сами себя жалеете, ощущается вот прям вот все промокшее, вот этот аромат вот этого тоже льющего дождя, хлюпанья под ногами. И вот именно в этом аромате передано это звучание. Конечно, так, как можно передать его через запахи, через какие-то ноты. В общем, я рукоплескаю творчество Филиппа Сорчинелли, но еще раз повторюсь, носить эти ароматы очень сложно. Это только для продвинутых носов, знаете, таких натренированных, очень продвинутых в парфюмере людей, любящих необычную нишу. Следующий аромат, о котором хочу сказать, который меня всегда интересовал, наконец-таки я его попробовала, называется он Эпичентро, то есть Эпицентр. Аромат с не менее таким минорным и тревожным для меня звучанием, наверное, психика так устроена, что когда мы говорим Эпицентр, то есть это эпицентр каких-то событий и, как правило, эпицентр взрыва, чего-то такого, ну, уже несящего себе тревогу, опасность. Поэтому этот аромат я воспринимаю так, хотя ничего такого уж прям в нем нету сверхъестественно. Для меня это такое, знаете, вот то, что я услышала. Вот слышала, начало это такое акватическое, ароматное, что это такое аромоакватические ноты, которые раскрываются за счет вот древесности. Здесь старт, бергамот и кедр, но мате, амбрета, каламус, не знаю, что это за зеленая нота. Потом вот вступает некая такая хвойность в этом аромате, то есть он как бы разгоняется сначала от какого-то акватического, свежего, ароматизированного, чего-то такого, знаете, даже трудно подобрать вот слово к этому аромату. Какие-то ноты, вот как будто, ну, наверное, это амбрета с мате дает какую-то некую такую бальзамичность, свежесть, бальзамичность. Потом аромат разгоняется и переходит вот в какую-то хвойность, причем такую зеленую хвойность. Прям вы слышите такие зеленые иголки. Здесь, по-моему, пихтовый бальзам, ангелика, зеленая нота, ветивер, гуаяк, бензоин, кумин и амбра. Это уже базовые ноты. И вот аромат, он звучит таким, знаете, это такой прекрасный зеленый фужер. Кто любит фужерные ароматы, но он не простой, он не для всех. Он прям, знаете, таким вот горечью, зеленой горечью в базе звучит. Для тех, кто не любит сладость в ароматы, для тех, кто любит горько-зеленый ароматы, вот я советую. Но он тоже странный в звучании, в своем раскрытии. Интересен, так как он трансформируется. Но в то же время вряд ли каждый сможет его носить. Вот то, что у меня здесь осталось на блотере, это вот как раз вот эта базовая нота. Здесь уже осталась практически древесность. Уже даже вот зеленая горечь немножко испарилась. Но древесность, ветивер, вот гуаяк, еще очень хорошо слышится. То есть в конечном базе, а этом блотеру уже три недели, остаются вот сухие древесные ноты. То есть в чистом виде древесность. Но насколько я помню, для меня он звучал как действительно такой зеленый фужер. И в базе он был довольно ярок, вот ценю вот этой зеленой горечью. Аромат мне понравился, правда скажу. В хотелке не занесла, потому что я не буду у меня есть горько-зеленый аромат. Я, ну, во-первых, они очень дороги, ароматы Филиппа Сарчинели. И просто для того, чтобы вот так вот иногда слышать, нет. В хотелках у меня его нет, но я рада, что познакомилась с этим парфюмом. Следующий аромат, дорогие мои, это очень интересный аромат, который называется Нотр-Дам, 15-4-2019. То есть это дата дня, когда сгорел знаменитый собор, Парижский собор, вот Нотр-Дам. И этому посвящен вот этот парфюм. Я, конечно же, выложу фото. Очень интересная крышечка. Крышечка сделана действительно. На нем написано Нотр-Дам. И как сгоревший вот кусок деревяшки обугленный. Обугленный такой покрытый сажей, вот черный кусок дерева обугленного. И, конечно же, я удивляюсь, насколько в этом аромате было передано... Вот блотер у меня остался в базовой ноте. Уже, к сожалению, не слышны они. Насколько передан действительно аромат тления, горения. И, вы знаете, и ты понимаешь, что вот это не просто какой-то пожар, не просто горячие деревяшки, а что действительно аромат какого-то костёла, церкви, который вот сгорел дотла. Потому что сквозь вот эти какие-то копчёные ноты, вот этих обуглившихся, вот этих древесных свай, да, ну, древесины, сквозь вот эту сажу и копоть слышится ещё вот церковный ладан. То есть такое пчеленье, как действительно горит церковь. Вот аромат начинается вот действительно таким копчёно... Сажа такая, знаете, прям чувствуется в аромате, вот когда элементы горения, да, сажа, копоть, вот передано в этом аромате через какую-то ещё свежесть. Вот то, что слышится ещё вот эти цитрусовые ноты, потому что здесь вот на старте ладан, апельсин и гальбанум горькая нота, которая передаёт, наверное, знаете, вот даёт вот эту горечь, вот в том числе вот этого, вот эти продукты горения, вот ладан слышится, но слышится ещё и копоть какой-то... Вот действительно, когда горит пламя, да, и вот как-то тлеет этот костёр уже. Кстати, ноты все, вот то, что я вам могу прочитать, ни о чём пирамида, то есть ноты я вам, конечно, могу сказать. Ирис, кориандр, базилик, имбирь, герань, амбрет, ландыш – это вот то, что сердце. И база, тревесные ноты, висвер, сандал, пачули, бобы тонко. И, вы знаете, но опять же звучит этот аромат как... Все ноты трудно расслышать. За этой гарью какой-то вот изначально с такими лёгкими цитрусами, свежими нотами в какой-то момент ты понимаешь, что вдруг выступают какие-то свежие ноты, какие-то цветочные ноты, даже какая-то лёгкая пудровость вот выходит через все вот эти вот горел... Скажем так, продукты горения. И у тебя такое ощущение, несмотря на то, что это, конечно, тревожный аромат, он себя погружает тоже вот в этот... Создаёт ощущение, да, вот этого, скажем, трагизма ситуации, когда горит церковь, когда горит костёл. Но ты понимаешь, что как всегда цвет в конце туннеля, надежда, что вот из этого пепла, как птица феникс, которая возрождается, всегда возродится новое что-то, возродится новая жизнь, построит новый собор. И вот эти вот уже ноты более свежие, более приятные, которые через вот эти все продукты горения выступают, дают тебе эту надежду. И в конце ты видишь этот цвет в конце туннеля. Аромат очень интересный. В раскрытии вот то, что сейчас, опять же, больше слышны, именно базовые ноты. Очень сильный ветивер, вот то, что остался у меня. Ладан, такой, знаете, ветивер. Вот базовые ноты, это древесность и, конечно, немножко ладана. Аромат интересен, но тоже не для того, чтобы на себе носить. Я такой аромат на себе просто не смогу носить, и вряд ли кто-то из вас сможет, но он интересен сам по себе. А вот следующий аромат, который я поставила в своих хотелках, я о нем говорила. Длинное название, он, кстати, вышел как раз когда-то в марке еще юным, который был, но сейчас вот под маркой Сарчинели. Cuando rapita in ecstasy. То есть rapita по-итальянски дословно переводится как похищение, да, похищена. Но здесь, в этом контексте можно перевести, когда ты охвачена восторгом, когда ты охвачена восторгом, действительно, да, когда тебе вот настолько заполнило это чувство. Вот это название аромата. И, вы знаете, тоже ничего общего не имеет, ну, с полным восторгом, так как понимают, наверное, среднестатистические любители парфюмерии, потому что этот аромат вот для меня, если это восторг, то это восторг какого-то умиротворения. Вот мы говорили, что у Филиппа Сарчинели человек приближен к церкви, он, как считается, такой очень, ну, духовный человек, в плане он, конечно же, католик. И вот здесь, мне кажется, передана в аромат, вот та благодать, когда ощущает человек, придя в церковь. Вот этот аромат ладана, аромат какого-то умиротворения. Для меня вот действительно тот ладан, который я слышу в этом аромате, а здесь он двойной ладан и на старте, и в базе есть ладан, но он не церковный, а он действительно какой-то приятный, умиротворяющий. Аромат тоже минорный, то есть если брать звучание, не скажешь, что это какой-то жизнерадостный такой, знаете, аромат, поднимающий настроение, но он в то же время какой-то удивительно умиротворяющий. Значит, старт, ладан, ладанш, ландыш и кедр. Вот нота ландыш, это как корь, довольно колка, белосуточная нота, вот я не слышу вообще. Ладан и вот его величество гвоздика, вот гвоздика как пряность, вот сочетание ладана и пряности гвоздики, плюс вот как раз с ярким ландышем и мягкими фруктовыми нотами, отсылает к классическому опиуму. Вот помните, кто был первый самый опиум от Эвсен Лоран, вот сочетание вот этой вот некой такой пряности, спецвости, то есть никакой сладости, вот и ладана. Вот такое вот у меня ощущение, только здесь более мягкое звучание, менее характерное, чем в самом опиуме, вот на стартовых нотах. Потом опять же вот через вот эту вот гвоздику как спецвость и ладан проглядывает опять какая-то хвойность. Вот, кстати, тоже пихтовый бальзам, вот любимая, наверное, нота, потому что во многих ароматах он фигурирует, с горьким ладаном. Аромат в базе уже становится таким, знаете, немножко согревающий, даже немножко заслащивается. То есть вот такого горьковато вот этого спецво звучания ладаного переходит уже к мягкости, какой-то даже уходовости, даже какой-то такой тоже легкой пудровости, потому что в базе здесь есть вот чувственные почули, о которых я всегда говорю, бобы тонко и ваниль. Вот эти ноты, скажем так, мягкие, бобы тонко, вы знаете, обладают некой такой, ну, дают ароматом сладости, ваниль тоже, а делают более округлым этим аромат, и ладан уже звучит еще более, я бы сказала, умиротворяющий, потому что появляются вот эти вот очень сладковатые ноты. Но при этом аромат не становится сладким. Очень сложно, упал блотер, ну да и ладно, в словах передать звучание ароматов с арченели, ну, это аромат, поверьте мне, умиротворения полного, такой настолько приятный и настолько для меня гармоничный этот парфюм, который тоже не будешь одевать в люди на каждый день, но вот для такого себя любимого, какие-то вечерами, когда хочется побыть наедине тоже с своими мыслями, для каких-то медитаций, знаете, когда вот действительно ты счастлив, что находишься наедине с тобой. Вот этот аромат умиротворения с красивейшим ладаном, Рапита, Куанду Рапита Инестези, когда ты охвачена вот этим восторгом, он вполне соответствует названию. Все, дорогие мои, очень сложно словами передать очень неординарный парфюм из арченели. Я как могла вам передала то, что я чувствовала в этих ароматах, не хотела слишком уж даваться такие какие-то уж сильные подборобности. Я надеюсь, что кому-то было интересно, кто особенно просил меня сделать обзор на эти ароматы, пишите, кто из вас знаком с какими-то ароматами этой марки, мне будет интересно ваше мнение. Ну и, конечно же, если видео хоть чем-то понравилось, ставьте лайк, я надолго с вами не прощаюсь, как всегда. Увидимся очень скоро в моих новых видео. Всех вас люблю, всех целую, всем пока, мои дорогие! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok